Первый день Russian PR Week 2022 в Казани. Мы видим, что сегодня медиапространство, коммуникационное пространство требует свежих людей, неординарных подходов, неординарных поступков. Оно требует огромного количества новой молодой, что называется, крови, которая смогла бы придать новые импульсы тому, что мы называем медиакоммуникационным пространством. Международная конференция Татарстан АПЕКС ПРО 2022. Это хорошая прокачка спилов, прокачка как мастерства публичных выступлений, так и погружения уже в основы исследовательской деятельности. Любая работа – это уже небольшой, на самом деле, проект, подготовка вас к будущей проектной деятельности. Презентация книги Павла Крашенинникова «Семь жизней Михаила Спиранского. Биография реформатора России». Это лекция-презентация о Михаилу Михайловичу Спиранском, о его жизни, о его нескольких жизнях, как вот я подумал. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Яна Маргарян завершился прием заявок на конкурс «Студенческий стартап», который проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» фондом «Содействие и инновациям» совместно с Миноборнауки и России. Тысячи победителей получат гранты в размере 1 миллиона рублей на реализацию стартапов. Представители Казанского федерального подали 140 заявок, что является абсолютным большинством среди образовательных учреждений. С 15 по 17 апреля проходит форум Russian PR Week в ВКСК КФУ Уникс. Подробнее узнаете в следующем сюжете. Сейчас мы находимся в Униксе, где началась регистрация на Russian PR Week. С самого утра и до вечера будет проходить форум. Что же это такое и о чем тут рассказывают, узнаем далее. Russian PR Week — это всероссийский интерактивный форум. Он проходит уже восьмой год при помощи студенческой организации «Комьюнити» и с каждым разом набирает популярность среди студентов. Форум — это всегда площадка для знакомства студентов с профессией, потому что мы приглашаем спикеров со всей России. Кто-то здесь находит свою работу, кто-то только знакомится со своей будущей профессией. Но это всегда диалог между профессионалами и студентами. Также участники форума смогут проверить свои знания на Олимпиаде по рекламе и пиар и принять участие в интерактивных конкурсах. На Russian PR Week приезжают студенты со всей России. В этом году запланировано 12 спикеров. Например, будет выступать пиар-менеджер Тимати, продюсер рекламных роликов Сбербанка, директор по маркетингу телеканала ТНТ и многие другие. Все эти спикеры, они так или иначе связаны с рекламной или медиа сферой. И все призваны для того, чтобы просто как-то погрузить участников форума в рекламную среду. Первым спикером стала Валерия Бруно, который рассказал о трансформации профессии пиара на примере кейсов Димы Масленникова и Клавы Коки. Во-первых, нужно делиться навыками и опытом. Чем больше ты знаешь, тем больше нужно это отдавать другим, как только начинают. И это крутая возможность для как спикеров, так и тех, кто сюда пришел, для участников обменяться энергией, обменяться чем-то новым. Мы видим, что сегодня медиапространство, коммуникационное пространство требует свежих идей, неординарных подходов, неординарных поступков. Оно требует огромного количества новой молодой, что называется, крови, которая смогла бы придать новые импульсы тому, что мы называем медиакоммуникационное пространство. Закрывала первый день форума Валерия Курако. Она является продюсером и соавтором онлайн-школ. Валерия поделилась со слушателями секретами продвижения информационных продуктов и рассказала свою историю. Итак, по поводу форума. Это один из моих самых главных шагов был, это участие в этом форуме, потому что я сейчас занимаюсь своим личным брендом и развитием. Я теневой игрок, серый кардинал. Я тоже продюсер, но продюсер онлайн-сетей. Нас никогда не видно, но мы всегда есть. Напомним, что форум будет идти три дня. А в последний день вечером пройдет семантическая вечеринка на пиаремся, где участники смогут отдохнуть и прокачать свои навыки по нетворкингу. Ангелина Трынина, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось открытие шестой международной молодежной научной конференции «Татарстан АПЭКС-Про-2022». Все подробности смотрите далее. 15 апреля в Казанском федеральном университете стартовала конференция «Татарстан АПЭКС-Про», организованная Институтом геологии и нефтегазовых технологий. Она проводится уже в шестой раз. За пять лет проведения конференции участниками стали более 800 человек из разных регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. В этом году мы смогли подъезжать всего 90 человек из 300 заявок, которые были. И я уже, наверное, тут я вижу, ребята, что у меня есть и старожилы, которые уже не первый раз сюда приезжают. Из очень многих городов России – это и Петербург, Москва, Самака, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск. То есть вся Россия представлена на этой конференции. Международная молодежная конференция «Татарстан АПЭКС-Про» – это уникальная возможность для студентов оценить свои пути развития, научно-исследовательской и производственной деятельности. Получить поток новой информации, обменяться опытом и знаниями со студентами из разных стран. Зарекомендовать себя в качестве будущего специалиста и обзавестись новыми знакомствами нефтегазовой индустрии. Конференция – это вообще, я считаю, хорошая прокачка скиллов, прокачка как мастерства публичных выступлений, так и погружения уже в основы исследовательской деятельности. Любая работа – это уже небольшой, на самом деле, проект, подготовка вас к будущей проектной деятельности. Участниками конференции стали обучающиеся высших, средних, специальных, средних, профессиональных учебных заведений, а также молодые ученые и специалисты организации нефтегазовой отрасли. Конференция завершится 16 апреля. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла презентация новой книги Павла Крашенинникова «Семь жизней графа» Михаила Спиранского. Биография реформатора России. Павел Крашенинников – правовед, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации, а также автор множества научных работ в области государства и права. Издал свою новую книгу о человеке, ставшем вторым человеком в империи. Книга получила название «Семь жизней графа Михаила Спиранского». Презентация его новой книги прошла в главном здании Казанского федерального университета. Она началась со слов исполняющего обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрия Таюрского. Сегодня Павел Владимирович любезно согласился рассказать, представить свою замечательную книгу о «Семи жизнях графа Михаила Спиранского». Но поскольку речь идет о Спиранском, я хотел бы привести одну из цитат. Умение писать и говорить непонятно, есть нелепость, превосходящая все меры нелепостей. Эта книга – дань уважения Михаила Михаиловичу Спиранскому, величайшему государственному деятелю, который внес огромный вклад в развитие нашей страны. Попытка охватить его весомое и многогранное наследие, показать его значение для последующих поколений. Конечно же, надо сказать, что это уникальный очень человек, который, собственно говоря, родился и у которого не было даже еще своей фамилии, и было только имя. И, конечно, человек, который смог во времена совершенно невероятные, уже в конце 18-го, в начале 19-го века, фактически уже в 19-м веке, смог стать вторым человеком в империи. Виктория Казанская, Фарид Захидаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялась презентация англоязычного стартап-клуба для предпринимателей. Проект разработали студенты Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Цель клуба – вдохновить студентов на создание своих стартапов, то есть изменить представление учащихся о формате работы в сфере бизнеса. Университет – это прекрасная площадка для того, чтобы разрабатывать стартапы. Это возможность учиться создавать свои бизнес-проекты и ошибаться, ведь ошибки, которые мы совершаем, помогают нам двигаться вперед и улучшать свои бизнес-проекты. В инжиниринговом центре прошла встреча с переселенцами из Мариуполя, которые в ближайшее время рассматривают возможность обучения в набережной Челнинском институте КФУ. В рамках встречи руководство института провело экскурсию по учебному заведению. С гостями также обсудили процедуру перевода предоставления принадлежностей для их скорейшей адаптации к образовательному процессу. По правилам приема они могут подавать заявление, и для них этим постановлением правительства Российской Федерации предусмотрен облегченный вариант поступления. Я так понимаю, что сейчас со льготами предоставляют для таких, как мы, то есть и стипендии и подобное. А для меня, например, я уже постарше, мне и поучиться на заводчике, и пойти работать. То есть я считаю, что тут круто все, хорошо. На этом все. В студии была Яна Маргарян. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!